здравствуйте меня зовут федор васильев и мы с вами продолжаем настраивать продукты мы с вами остановились вот на этом шаге мы вывели продукты из одной категории на наш сайт и сейчас я хочу вам предложить сразу подключить специальную библиотеку bootstrap который входит в компонент магазина jumelkasa сейчас у нас товары выглядят неопрятно и они так выводятся за счет стилей шаблона сейчас вы увидите на глазах как у нас все преобразится после того как мы с вами включим так называемый bootstrap для этого мы переходим в админку нашего сайта заходим компоненты jumelkasa и у нашего компонента jumelkasa есть в правом верхнем углу кнопка настройки кликаем по ней и нам нужно включить bootstrap у каждого пункта то есть у нас там есть мы позже рассмотрим страницы корзины страница продукта страница категорий сейчас у всех подключен bootstrap мы видим вот такие вкладки но еще по каждой здесь пройдемся сейчас пока просто подключим bootstrap кликаем на вкладку вторую категория и первое поле сверху макет страницы категорий мы переключаем здесь ставим кнопочку зеленая bootstrap далее кликаем на кнопку категория ставим bootstrap далее продукт bootstrap производитель bootstrap корзина макет страницы корзины второй здесь пункт меню bootstrap аккаунт bootstrap и у нас еще есть вкладка bootstrap здесь включить bootstrap стоит да далее мы нажимаем сохранить переходим на наш сайт и обновляем страницу и вы видите как у нас с вами все преобразилось у нас сразу появились такие вот колоночки разделенный такой линии до симпатичные кнопочки и уже смотрится очень очень неплохо следующее что я хочу вам показать это отображение вот именно этой страницы продуктов здесь можно это сделать по-разному можно выводить вот так вот списком можно выводить плитками как у меня выведена вот здесь видите плитками выводится и можно сделать так чтобы человек мог сам выбрать как ему просматривать товары вот так вот списком или плитками давайте рассмотрим данную данные опции данная страница это у нас категория продуктов и в настройках здесь также разграничена категории это нам не подходит а вот категория это настройки как раз те которые мы хотим настроить то есть продукт это уже когда мы заходим внутрь продукта эти настройки относятся именно продукту в раскрытом виде поэтому переходим на вкладку категория и первое что я хочу вам показать включить это вот пользовательский выбор что это такое чтобы вам лучше понять давайте сразу посмотрим здесь выбираем да нажимаем сохранить обновляем страницу и у нас вот здесь вот уголочки появляются такие две иконочки и человек сможет сам выбрать как ему лучше просмотреть товары кликнув вот на эту картинку он увидит плитки или по-другому это называется таблица или блоки то есть сейчас у нас блоки конечно же у нас они пока не настроены до этого мы еще дойдем сейчас мы работаем вот над отображением да то есть смотрите если вы хотите такой выбор пользователям предоставить чтобы человек мог вот так вот выбирать то вы оставляете данную фишку далее вот эти инструменты да а можно отключить или изменить вот 20 товаров на одной странице по умолчанию отображается после чего у нас внизу будет постраничная навигация давайте посмотрим где это находится так как у нас с вами здесь по умолчанию стоят плитки давайте также и сделаем находясь же здесь настройках категории мы с вами прокручиваем до раздела фильтры навигация порядок продуктов можете выбрать здесь в каком порядке будут отображаться продукты направление продуктов по возрастанию побыванию и вот смотрите фильтр продуктов и список выбора количества это вот как раз вот эти две фишки фильтр продуктов можно скрыть список продуктов тоже можно скрыть и вот по умолчанию можно выставить сколько на каждой странице отображать продуктов прежде чем появится постраничная навигация здесь просто пишите число я оставляю всегда по умолчанию мне здесь не важно и чуть ниже продукты в категории раздел макет списка продуктов по умолчанию надо сделать блоки то есть мы делаем с вами как в демо и у нас здесь по умолчанию отображается блоками но при желании можем выбрать таблицы да все по умолчанию нас отображается такими плитками далее давайте сразу быстренько подгоним с вами размер такой же как вот здесь находясь на этой же вкладке категория мы прокручиваем до пункта продукты в категории высота блока у нас по умолчанию 260 у меня в демо стоит 520 также выставляем дальше ширина блока можно выбрать уровень либо в списке задать какую-то свою уникальную ширину ширину выставляем 210 значение прописывается в пикселях соответственно пиксели писать не нужно давайте на этом уровне сохранимся обновим страницу и видно что у нас блоки выровнялись рамочку блоков видно они у нас стали такие же как и демонстрации теперь напрашивается нам изображение сделать подобающего размера до чтобы смотрел все красиво и хорошо также идем на строчки прокручиваем до момента высота изображения продукта высота изображения мы выставляем 350 изображение как ссылка можно поставить да то есть изображение будет кликабельным и можно будет перейти внутрь продукта по клику по картинке давайте сохранимся обновим страницу и у нас с вами изображение выровнялась но она у нас выровнялась по левому краю сразу под вот этого вот этой величиной который мы с вами только что выставили ниже выравнивание изображения мы вставляем центр сохраняемся обновляем страницу нас изображение выравнивается и уже смотрится очень очень симпатично давайте на этом уровне мы с вами сделаем паузу и продолжим работу в следующем уроке